Программа по логистике, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов грозится заработать на территории региона с 1 января 2019 года. За дело берется компания «Аллерон Плюс». Накануне в Чите состоялось собрание муниципалитетов по вопросу перехода к новой системе обращения ТКО. На заседание прибыли представители 20 муниципалитетов. Всего в совещании участвовало порядка 50 человек. Районы Забайкаля обеспокоены деятельностью регионального оператора «Аллерон Плюс», которая рискует не успеть к началу 2019 года сделать все необходимое для перехода к новой системе. За рекоператором обязанность собирать и хоронить мусор. Обязанность по оплате ляжет на плечи людей, которые сейчас воспринимают нововведения в штыки, пребывая в недоумении, за что будем платить и сколько. Тариф до сих пор не утвержден. Точки по захоронению мусора в муниципалитетах также остаются неизвестными. В территориальной схеме не отмечены места по сбору отходов. Не обустроены контейнерные площадки. Их локация попросту не определена. Со слов рекоператора, работы в этом направлении уже ведутся. Успеть везде «Аллерон Плюс» намеревается за три месяца. Особое внимание, добавил представитель рекоператора, уделяется работе с частным сектором и отдаленными районами Забайкалья. Закон сегодня твердо сказал, что население обязано платить. Но они обязаны платить за что-то, за услугу. А вы реально эту услугу за три месяца организовать просто-напросто не сможете. Муниципалитеты в голос твердят, выделять точки для полигонов не хотим. В некоторых населенных пунктах процесс сбора и утилизации отходов уже давно отлажен. Так, в поселке Балига Петров Забайкальского района намерены бороться за своего нынешнего оператора. Местное население 95% за вывоз мусора там платит по 35 рублей в месяц. Пару лет назад в поселке установили 120 контейнеров. В Балиге, говорят, сегодня порядок. Сохранится ли он с рекоператором, пока вопрос открыт. Марина Лиханова, Андрей Шаронов. Время новостей.